Приветствую всех, вы на канале Genfix и это новый гайд по ИИ-блокам, а именно третья его часть, хотя, наверное, первая, потому что это уже большие примеры, теория позади, если вы не видели, обязательно посмотрите. Помните вот это видео, да? Помните. Сегодня мы будем делать примерно то же самое. В видео я специально оставил различные ошибки, которые преследовали меня на пути постройки этого дрона. После просмотра видео обязательно напишите комментарий, как вам данный формат, оставлять все-таки косяки различные или делать так, как будто у меня все с первого раза получилось. Ну, думаю, не стоит напоминать о том, что комментарии и лайки продвигают мои видео, хоть как-то. Также не забывайте подписываться на Дискорд, на мой Бусти и на прочие штучки. А теперь начинаем. В конце видео будет краткое повторение того, что я показывал в этом видео. Обязательно посмотрите и сверьтесь. Сегодня мы пустим на растерзание вот данный агрегат, который сделан на коленке левой пяткой. Короче, не смотрите на то, как он выглядит. Главный пример. На экране вы можете видеть блоки, которые нам потребуются для автоматизации данного чуда. А именно, один блок полета, два блока регистратора. Также нам понадобится контроллер событий и два таймера. Первым шагом стоит переменовать все те блоки, которые мы установили, чтобы в дальнейшем мы не путали с них. Вносим кнопку на добавление меток, включаем все функции, чтобы видеть наши метки на экране и сталкиваемся с первым багом. Прямо тут. По неизвестным мне причинам эти метки не отрисовываются. Но не пугайтесь этого, как можете заметить, внутри метки все равно сохраняются. Теперь давайте проверим наш записанный маршрут. Как мы можем заметить, все прекрасно работает. Не хватает только одного, а именно пристыковаться. Поэтому добавляем на последнюю метку действия стыковки коннектором. Теперь все работает как надо. Теперь проворачиваем все те же самые махинации, только уже со вторым рекордером и записываем путь стыковки на наш ровер. Также не забывайте при выполнении данных действий привязать рекордер к маяку, чтобы наши записанные метки двигались вместе с нашим ровером. Добавляем на последнюю метку стыковку коннектора. И сразу же проверяем. Как видим, все хорошо работает. Теперь переходим к таймерам. У нас есть два таймера. Один для полета до базы, второй, соответственно, для полета до нашего ровера. Выносим кнопку воспроизведения пути. Далее включаем все ускорители. В следующем действии мы включаем избегание столкновений. И открепляем коннектор. Я добавил еще по одной метке на каждый путь. Эти метки находятся там же, где и предыдущие. И на них мы добавляем действие выключить ускорители. Готово. Далее мы переходим в контроллер событий. Выбираем два наших контейнера, которые стоят на дроне. Выбираем условия заполненности. И равно или больше чем. Ставим примерно 95%. Выставляем задержку на таймерах. И теперь выбираем действие. Первое действие у нас будет выполняться, когда выполняется само условие. То есть, если загрузка больше 95%, то тогда выполняется таймер первый. А именно, полет до базы. Во второе же действие мы ставим полет до ровера. И оно будет выполняться как раз таки, когда мы опустошаем наши контейнеры. Также не забываем на первую метку каждого пути поставить действие выключить избегание столкновений. Теперь давайте проверим, как наш дрон долетит до ровера. Окей, я понял. Давайте сделаем так. Сейчас я удалю маршрут. И попробую сделать первоначальную точку где-то выше, чем она была изначально. Маршрут простроен. Теперь добавляем те же самые действия, которые у нас и были здесь. Так, окей, я все переделал. Давайте тогда пристыкуем его к роверу. Загрузим его рудой. И пусть он летит до базы разгружаться. Или нет. Я вроде все проверил, но, по-моему, косяков быть не должно. Давайте сымитируем ситуацию. Значит, мы копаем руду. Контейнер загрузился. Дрон отстыковался. Полетел. И тихо не падай, нет, нет. О, все. Он вспомнил, зачем он нужен. Долетел до базы, пристыковался. Контейнеры разгрузились. Подстыковался и полетел обратно. Да, понятно. Окей. Добавляем в каждый таймер по действию выключения режима точности. Это должно помочь нам. Делаем это и с первым таймером. И со вторым. Опять я стер маршрут. Теперь нужно будет сделать новый, потому что в начале нам надо делать два действия. А именно, включить режим точности и выключить режим избегания столкновений. Вот здесь в начале я поставил сразу две метки. Как раз таки для предыдущих действий, которые я озвучил. Маршрут успешно записан. Теперь добавляем все нужные действия. На первых двух мы включаем режим точности. Выключаем избегать столкновения. На предпоследнем мы стыкуем коннектор. И на самом последнем мы выключаем ускорители. И вот и все работает. Да бля... Я думаю вы и сами заметили то, что дрон просто решил не стыковаться. Потому что... А потому что ему так захотелось. Поэтому еще раз стираю маршрут. Записываю новый. Добавляю действия. И опять все переделал. Давайте все-таки проверим. Будет ли оно работать или нет. Загружаем его рудой. Он успешно отстыковался. Прилетел до базы. Прилетел. Пристыковался. Разгрузил руду. И полетел обратно. И пристыковался к роверу. Наконец-то это работает. Теперь давайте кратко все повторим. Для того, чтобы реализовать данного дрона, нам понадобится контроллер событий, 3 ИИ-блока, а именно 1 блок полета и 2 регистратора. И также 2 таймера. В каждом блоке регистратора у нас должно быть минимум 4 метки под действие. В начальной точке пути 2 метки ставим, в которые мы включаем режим точности и выключаем избегание столкновений. И 2 метки в конце. На одной из них мы стыкуем коннектор, на второй выключаем ускорители. В таймерах же у нас стоят следующие действия, а именно воспроизведение пути одного из рекордеров, потом включение ускорителей, включение режима избегания столкновений, отстыковка коннектора и выключение точного режима. На самих таймерах я ставил задержку в 15 секунд, в целом можно и меньше, можно больше, это уже на ваше усмотрение. Но если поставите слишком маленькую задержку, скорее всего дрон будет не успевать разгружаться. В контроллере событий мы ставим событие, это заполнение груза, условие равно или больше, порог ставим, ну примерно 95%. В доступных блоках мы естественно выбираем наши 2 контейнера, и в действиях мы ставим на первое действие это полет до базы, второе действие это полет до ровера. То есть когда наши контейнеры загружены, у нас выполняется первое действие, когда они разгружены, выполняется второе. В целом постройку дрона можем считать завершенной. У нее есть косяки, не спорю, схема далеко не идеальна, потратила слишком много моих нервов, но я надеюсь это видео вам было хоть немножко полезно. Думаю стоит отметить, что для полетов на дальние дистанции лучше использовать блок базовый ИИ, в который мы бы просто выставили метку, но тут есть одна загвоздка. У данного блока нету кнопки выполнить действие, из-за чего пришлось летать чисто через рекордеры. Да и даже у самих разрабов в инструкции абсолютно такая же схема, там не было никакого базового ИИ, только блоки записи. А на этом видео подходит к концу, ставьте лайки, подписывайтесь, на дискорд, на бустин, на ютуб, на все абсолютно. Всем удачи и до скорого.